Добрый день, это программа интервью у микрофона Светлана Занько. И сегодня у меня в гостях исполняющий обязанности заместителя председателя правительства области Дмитрий Курдюмов. Дмитрий Александрович, добрый день. Добрый день. Вот, несмотря на то, что у нас интервью сегодня, а не особое мнение, мы так переформатируем всегда наше общение, когда человек переходит в статус чиновника. Тем не менее, у наших слушателей всегда есть возможность задать вопрос нашему гостю. И я вижу, каким вы сейчас вышли из правительства с мыслями, видимо, о каких-то глобальных изменениях, возможно. Однако наши слушатели интересуются очень простыми вещами, которые касаются вас лично, как человека, работающего сейчас в правительстве. Последний вопрос буквально только что пришел на сайт. Анатолий интересуется, Дмитрий Александрович. Вы заплатную парковку на театральной площади, вы же там работаете. Вы знаете... А там он пишет, парковаться не один. Я начну отвечать с того, что, как Вы говорите, мы работаем в правительстве как раз для того, чтобы простым людям, обычным жителям нашей Кировской области стало легче жить сюда. И, ну, скажем так, комфортно, я хочу назвать, назвать это. И что касается организации платной парковки, ну, это решение обосновано в том случае, когда парковка, в общем, значимая ситуация хаотичная. Во-вторых, когда в основную проложительность времени суток, так называемые, возникают часы пик и нет возможности припарковаться. По всей видимости, просто некоторые машины оставляют. В этом случае, да, она обоснована. Как минимум, этот вопрос, я считаю, сейчас нужно обсуждать и обсуждать с участием общественности. Мое личное мнение, да, у нас стало пора про это говорить, да, и принимать решения. Угу. Все, переходим к другим вопросам, касающимся непосредственно Вашей деятельности и деятельности по тем направлениям, которые Вы курируете сейчас в правительстве. В первую очередь, хотелось бы, конечно, поговорить о медицинских вопросах. Мы все уже видим проект бюджета, который выложен для обсуждения, для общественного обсуждения на сайте правительства, и видим, что идет сокращение бюджета как в социальных, так и в медицинских, так и в образовательных отраслях. И это все Ваши отрасли, традиционно всегда нелегкие. Вот, например, по медицине идет сокращение почти на 300 миллионов финансированные. Вы знаете, действительно, здесь нужно, наверное, объяснить, что сокращается. Прежде всего, у нас сокращаются расходы на так называемое неработающее население. Ну, наверное, Вы уже слышали о том, что ежегодно у нас за работающее население фонд обязательного медицинского страхования, федеральный фонд, перечисляют работодатели, 5-1%, а за неработающее население платит правительство Кировской области. И вот здесь возникает вопрос, какова структура неработающего населения, правильно ли число этого неработающего населения посчитано. И надо сказать, что в этом году проведена большая работа по, скажем так, актуализации численности неработающего населения и максимальной, скажем так, консолидации на территории средств, которые не нужно перечислять фонд, федеральный фонд УМС. Я приведу несколько цифр. Если по количеству неработающего населения, скажем, которое является расчетным для того, чтобы перечислять средства за неработающее население в 2017 году, а сумма, заложенная в проекте бюджета, это 4,946,944,994 миллиона. Такая цифра, насколько я помню, но вот не суть, да? Она меньше той суммы, которая была предусмотрена за неработающих в 2016 году, а это 5 миллиардов 200 миллионов. Почти миллиард? Нет, это больше 200 миллионов рублей. Нет, просто на слух воспринимают записать. Да, 5 миллиардов 200 миллионов. Вот так будем говорить примерными цифрами. 4,900, 4,950, будем говорить, да какое миллионное? И 5,200. Ну вот, исходя из этого, вы видите, как раз вот мы практически выходим на ту сумму, которая была там вами озвучена. Естественно, что есть, с учетом того, что происходит инфляция, естественно, ежегодно требуется на финансирование медицинских учреждений несколько большую сумму. Мы провели мероприятие, ну вот некоторые там по оптимизации сети и, скажем, сохранили те расходы, которые действительно необходимы. Но вот та значительная доля, которая там, по мнению наших слушателей, исчезла из государственной программы развития здравоохранения, это как раз, на наш взгляд, несколько завышенное количество средств областного бюджета, которые перечислялось за неработающим населением в 2016 году. Вот еще раз повторюсь, 4,950 – это сумма планируемая на 2017 год и 5,200 на 2016 год. Если говорить в абсолютных цифрах, то вот парадокс, об этом, наверное, стоит говорить и надо говорить. Мало того, что у нас общее количество численностей неработающего населения, ну я буду говорить там округленными цифрами, около 720 тысяч, 729 тысяч человек в Кировской области. Если говорить, это по данным на 1 апреля 2016 года, да, эта цифра является расчетом. Если говорить, сколько было неработающего населения в 2015 году, то это 760 фактически тысяч человек. То есть уменьшается количество неработающих. Да, количество неработающих уменьшилось как раз в связи с тем, что вот часть из них, естественно, там структура более сложная, но около 300 тысяч человек после сверки расчетов по нашим домам имеют официальный доход. Ну и вот на эту часть у нас произошла, назовем только экономия средств областного бюджета. В свою очередь, наверное, все пытаются задать вопрос, скажите, там, вот мы сэкономили в областном бюджете, сколько нам там дал федеральный, да, я на этот вопрос отвечу, потому что сегодня как раз на правительстве было два основных, там, первых вопроса, это проект закона, там, в бюджете, там, на 17-й год и бюджет территориального фонда у нас. Собственно говоря, если говорить про то, что нам дает федеральный фонд ОМС взамен того, что мы там перечисляем дополнительно, да, мы перечисляем за неработающие населения. Ну вот еще немножко подробнее об этом. У нас работоспособного возраста неработающего населения 203 тысячи человек. То есть можно сделать вывод, что часть из них не просто неработающие, а те, кто не является налогоплательщиками. Серая зарплата. Серая зарплата. Это те, кто, еще раз, трудоспособного возраста 203 тысячи человек. Это те, кто ходят в поликлиники, те, кто пользуются всеми социальными услугами, да, инфраструктурой и так далее. Поэтому... Ну а денег за это не платят? Естественно, да. Они не являются налогоплательщиками. В частности, в бюджет федерального фонда ОМС за них платят правительство Кировской области, ну, я сумму назвал общую, да, 4950. Но, так или иначе, как вы понимаете, из 721 неработающего, да, 200 тысяч, это большой процент. Вот. Что же нам... С ними делать? С ними делать. Ну, наверное, как говорится, им надо сделать вывод и выйти из тени. Нужно стать добросовестными налогоплательщиками. Много возникает на этом. Сейчас обсуждение идет на эту тему, вплоть до того, что, ну, они должны платить... Налог на тунеядство. Ну, или налог на тунеядство, или платить за медицинскую помощь. Тем не менее, здесь... То есть делать платными услугами, услуги для этих людей. Тем не менее, понятно, почему возникает сейчас такое обсуждение, потому что бюджеты субъектов несут очень немаленькие там расходы. Вы понимаете, сколько там всего бюджет субъектов, да, немаленькие расходы за неработающее население. Ну, возвращаясь к тому, как же будут жить учреждения здравоохранения в следующем году, да? Простите, что я вас верну обратно все-таки к неработающим людям. Правильно ли я вас понимаю, что ваша личная позиция в отношении людей, которые получают серые зарплаты и не платят налоги, что они все-таки каким-то образом должны быть выведены из тени. И эти способы, как-то налог на неработающих, да, закон отменяться, который сейчас рассматривают, будет, вероятно, в Госдуме, хоть его и критикуют, но какие-то подобные меры принимать нужно. Вы знаете, мы сейчас в рамках одной передачи на этот вопрос не ответим, потому что если раскладывать там структуру неработающего населения, то здесь есть, вот давайте сейчас поточнее цифры, до 18 лет детей у нас порядка 250 тысяч человек. И старше трудоспособного возраста около 270 тысяч человек. Поэтому... А вот эти 203 тысяч? Граждане трудоспособного возраста здесь есть те, кто объективно не работает. Да, поэтому есть здесь, там, скажем, были проблемы с военнослужащими. В общем-то, были те, кто в соответствии с законом военнослужащими, либо приравненные к ним лицам. Они не должны быть застрахованы системой УМС. Поэтому как вот в этой структуре выделить тех, кто поистине, как вы говорите, является неплательщиком, да, и должен вот тот самый дополнительный, там, плат за оказание, в том числе, медицинской помощи ежегодно, там, осуществлять, ну, вопрос, там, дискуссионный. Он достаточно непростой. Как достоверно определить, там, вот эту категорию тех, кто, там, не платит, да? Естественно, что не задеть тех, кто это делает, скажем, обоснованно. И вот те цифры, там, 203 тысячи граждан трудоспособного возраста, она может не отражать всего. Ведь у нас есть и старше трудоспособного возраста, те, кто у нас работают, но они тоже работают, там, по серым схемам. Есть все обоснованные, они работают в трудоспособном возрасте. Сейчас нам нужно прерваться на одну буквально минуту, после чего мы продолжим и вернемся, как вы сказали, к медицинским учреждениям. Дмитрий Александрович Курдюмов у нас сегодня в программе, и мы задаем ему вопросы, касающиеся его непосредственной деятельности. Напоминаю, что правительство инкурирует социальное направление, медицину, образование, спорт. И мы говорим сейчас о бюджете по этим направлениям на 2017 год. И хотели вернуться к медицинским учреждениям. Как они будут жить в 2017 году? Будут ли какие-то урезания по тратам? Пострадают они как-то? Как будет перестраиваться их деятельность? И в связи с этим я бы хотела сочетать вопрос с сайта, который звучит следующим образом. Дмитрий Александрович, известно ли вам о ситуациях с нехваткой расходного материала в больницах нашего города? Не хочу называть здесь конкретные адреса, чтобы не подставлять коллег, но вам, как руководителю врачу, наверное, это известно. Разве это нормально, когда перчаток в достаточном количестве только у оперирующего персонала? Я хочу сказать Ирине, что эта ситуация недопустима и даже можно не называть учреждением, где такая проблема существовала, либо еще есть отголоски. Они нам известны. Моя твердая позиция, и вообще как-то должны быть, пациенты не должны ничего приобретать, да? И находясь в учреждении здравоохранения, когда им оказывается специализированная, в том числе, высокотехнологичная медицинская помощь. Естественно, что вот та ситуация, о которой Ирина говорит, она невозможна в том случае, когда соблюдается этот условие. Первое. Учреждения достаточно объемом финансируются. Я могу вас заверить, что учреждения, работающие в системе УМС в следующем году, будут финансироваться как минимум не в меньшем объеме. По нашим оценкам, здесь произойдет даже некоторое увеличение финансирования за счет субвенции Федерального фонда, которая нам предоставляется ежегодно на оказание видов медицинской помощи, входящих в базовую программу обязательного страхования. Ну, вот несколько цифр, если в этом году это 12 миллиардов 159 миллионов, то в следующем году мы, опять же, видим в проекте бюджета Федерального фонда и планируем 13 миллиардов 19 миллионов. Понятно, что цифра расчетная. Вот. Это первое условие. Второе условие. Мало иметь, скажем так, достаточно ресурсов, нужно правильно ими распоряжаться, правильно их распределять. И это, пока я говорю, не о распределении внутри учреждений. На сегодняшний день мы получили, скажем так, такую ситуацию, когда мы приняли, скажем так, начали заниматься здравоохранением и увидев в системе ОМС косый разрыв, нехватку средств порядка 300 миллионов рублей. Как такое произошло? Я расскажу, почему. Но 300 миллионов рублей – это фактически 30% месячного объема финансирования всей системы ОМС. И этот кассовый разрыв нарастал. Это происходило начиная с мая 2016 года. Причем этот кассовый разрыв сначала у нас, скажем так, оплачивался из нормированного страхового запаса нашей территориального фонда ОМС. Но этот изнормированный страховый запас уже к маю месяцу был полностью исчерпан. В связи с этим страховые медицинские организации, часть из них, не имели возможности, самое крупное, рассчитываться с медицинскими организациями своевременно за оказанием медицинской помощи. И здесь все эти мероприятия, которые и мне пришлось пережить, будучи руководителем учреждения, это перенос сроков выплаты заработной платы, это более жесткий подход к расходованию средств над медицинской организацией. Но давайте сначала расскажем о том, что к этому привело. У нас распределение средств в системе ОМС должно быть все-таки справедливым. И для этого проведена немаленькая работа. И существуют определенные рекомендации Федерального фонда ОМС о том, как должна оплачиваться медицинская помощь в стационаре в поликлинике и какие нормативы финансовой затраты по конкретным видам медицинской помощи должны существовать. Но что мы обнаружили? Мы обнаружили, что под конкретные учреждения, под конкретные, назовем так, извините, не изображение, проекты, тратилось дополнительно более 20 миллионов рублей в месяц. Это коррупционная составляющая? Это не профессионализм сотрудников? Я не буду делать сейчас никаких выводов. Когда мы общались с Федеральным фондом, я ездил с Татченко, Анатолем Николаевым, и им известны были эти факты, потому что они же видят тарифное соглашение. Естественно, к чему это привело? Это приводило к кассовому разрыву и к меньшему несоответствии с рекомендациями финансирования учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, это учреждения районные. То есть районные учреждения недополучали средства? В части да. Естественно, здесь выполнить две задачи. И сохранить кассовый разрыв, и увеличить финансирование значительным образом районных учреждений одинаково эффективно невозможно, но тем не менее мы в какой-то мере нашли возможность. Во-первых, все нормативы и затраты уже сейчас фактически. И вот на второй согласительной комиссии по разработке территориальной программы обязательного кассового страхования мы переводим в соответствии с федеральными. Что это касается и расчетов за первичную медико-санитарную помощь по душевым. Мы убрали все эти завышенные искусственно созданные тарифы для финансирования конкретных, скажем так, медицинских учреждений. Естественно, что теперь эти медицинские учреждения могут начать испытывать текущие финансовые трудности. Нам это тоже хорошо понятно. И в некоторых учреждениях, как ни странно, до сих пор руководители сопротивляются и делают все, чтобы эта история продолжалась. Но здесь мы сделаем соответствующее кадровое решение, причем жесткое в ближайшее время. Можем ли мы назвать эти учреждения? Пока нет. Они понимают, как я говорю. Но так или иначе... То есть у нас будут еще отставки главврачей? Будут. Будут именно по тем причинам, по которым я сказал. Дело в том, что все вот это, несправедливое распределение ресурсов, в том числе приводит к проблемам в отдельных медицинских организациях. Кто-то живет хорошо, мы видим, с профицитом и с остатками на счетах в чуть ли не в четырехкратном объеме среднемесячного финансирования. А кто-то живет, как говорится, с колес. Ну, вы знаете, жизнь с колес, я знаю по себе, она, скажем, заставляет деньги считать и жить, скажем так, посредством, устраивать систему планирования. Это как раз тем, что мы занимаемся сейчас. Вот вопрос, там, ответ Ириния, что мы еще сделаем? Для того, чтобы понять, сколько изделий медицинского назначения лекарств расходуется по каждому отделению, по больнице в целом, вот каждому наименованию в месяц, в год, как хотите, там, средний месячный расход, мы сейчас выстраиваем систему планирования. Причем это мы не в начале пути, а уже, в общем-то, мы в середине пути. И вот планирую, что ближайше, скажем так, до конца года, давайте так, я очень стараюсь аккуратно называть сроки, потому что мы подставим задачи, и за них там Министерство здравоохранения отвечает, но так или иначе до конца года им поручим эту работу завершить. И тогда будет понятно, когда своевременно нужно пополнять запасы, будут назначаться медикаменты только те, которыми действительно должен быть обеспечен пациент, и если требуется что-то другое, то тоже будет в рамках разоградочистых, он будет этим обеспечен, будут все необходимые изделия медицинского назначения. То есть реализация такой системы планирования по нашим данным, в тех утверждениях, в которых она работает, дает, скажем, экономии средств порядка, давайте скромно назовем, 10%. 10% бюджета, который расходуется на покупку изделий медицинского назначения лекарственных препаратов. Причем знак равно сэкономенный пациенте категорически ставить нельзя. Потому что, вот я скажу Ирине всем, наверное, все понимают, что только в некоторых стационарах только 30% всех изделий медицинского назначения лекарств списываются в историях болезни. Все остальное на нужды пациентов в текущей деятельности, в перевязочных, в процедурных кабинетах и так далее. И там вот учет уже, в общем-то, строгим образом не наложен. Поэтому мы хотим научить всех, скажем так, рачительно по хозяйству относиться к имеющимся средствам, считать их. И тогда действительно перчатки будут нормальные. Не только там оперирующие бригады, а нестерильные перчатки, но новые. Как это положено, будут у всего медицинского персонала. И не будет дефицита медикаментов. У меня два вопроса в связи с этим до перерыва, которые требуют просто короткого ответа. Во-первых, что касается вот этой стратегии по расходному материалу и прочим учетам. Вы, как руководитель, бывший руководитель большого медицинского учреждения, можете ли сказать, что у разных медицинских учреждений в этом отношении разные возможности? Или все-таки возможности у всех одинаковые? Вы имеете в виду планирования? Да. Возможности одинаковые. Потому что мы, когда говорят о том, что мы внедрим какую-то новую систему, естественно, возникают вопросы, у меня бы возникло, сколько они опять денег на это потратят. Да, это жестко и справедливо. И я должен был им сказать, что они потратят ни копейки. Потому что программный продукт, который мы планируем для этого использовать, и использовали, скажем, в Центре травматологии и других организаций, он установлен по программе модернизации. Единственный нюанс, что не все возможности программы по разным причинам были использованы. Есть соответствующий модуль аптека, есть возможность назначения шаблонов медикаментов, шаблоны, которые базовые шаблоны медикаментов по каждому заболеванию, которые будут разработаны и сейчас разработаны уже нашими главными специалистами Минздрава и разославлены в подведомственные учреждения. Где лекарственные препараты не по фирменным наименованиям, а пюджетонародным непатентованным наименованием. И именно только те, которые должны быть в соответствии со стандартами, с клиническими рекомендациями, входящие в перечень с желанной ОП. Я думаю, что это там огромный плюс. Я поняла. Второй вопрос. У нас просто сейчас будет перерыв. Он касается как раз назначений перестановок. Вы уже сказали, что будут еще снятия и новые, видимо, назначения главврачей нескольких клиник. А по уже случившимся назначениям ИО главврачей, они будут закреплены? В скором ли времени будут сняты приставки ИО? Или Вы сейчас присматриваетесь к этим врачам и, возможно, перемещение еще и там, где уже были какие-то... Вы знаете, того, как мы сейчас назначаем по принципу, я уже говорил, профессионализм, желание работать и наше доверие конкретному специалисту, как мы назначаем. Я уже говорил о том, что руководитель должен, во-первых, четко разбираться в текущей ситуации, иметь горящие глаза, иметь план работы и желание, если не что-то там изменить, то, скажем, исправить, поменять, слышать пациентов, общаться. То есть не жить в сопоставленном замкнутом круге и считать, что у него все идеально. Нет, не все идеально. Вот именно такие руководители нам нужны. Что касается, когда будут сняты приставки ИО, Вы знаете, вот у меня тоже приставка ИО. И я к этому как-то нормально отношусь, я отношусь как к повседневной работе, и не важно, есть у тебя приставка или нет. Либо ты работаешь, либо ты ничего не делаешь. И это самое главное. Но в данном случае это Ваши компетенции посмотреть и сказать, да, действительно этот человек на месте, и снимаем приставку, или нет, пожалуй, нужно где-то в другом месте его использовать. Вот Вы знаете, мы сейчас запросили... Сколько Вы им дадите? 100 дней? Как-то... Новым назначением. Когда ИО исчезнет, да? Ну, все равно же. Когда мы увидим конкретные результаты их работы? Вы знаете... Ну, сколько Вы даете, какой срок Вы даете людям, чтобы увидеть конкретные результаты? Первые хотя бы. Ну, я думаю, что до Нового года время еще есть. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Через две минуты снова в студии. Напоминаю, что Вы слушаете интервью Дмитрия Курдюмова, исполняющего обязанности зам. зам. председателя правительства Кировской области. Продолжается разговор с зам. председателем правительства области Дмитрием Курдюмовым. У микрофона Светлана Занько. И вместе с перерывом, конечно, продолжали обсуждение. Мне хотелось там еще пару слов добавить по поводу новых управленцев, которые были назначены на должности главных врачей в больницах нашего города. Я спрашивала Дмитрия Александровича навсегда ли, когда будет тот срок, когда Вы скажете, что да, он справился или нет, он, пожалуй, в другом месте пригодится больше. И Дмитрий Александрович тут готов привести пример первых уже каких-то движений. Дмитрий Александрович. Каждое назначение должно быть обосновано. Давайте посмотрим на Северную клиническую больницу. Вот я думаю, что, скорее всего, возможно, Ирина оттуда, либо Северная клиническая больница – это второе помощность учреждения, которое у нас славилось тем, что пациенты там покупают медикамент. Давайте будем честны. А условия нахождения там, ну, мягко скажем, не везде соответствующие. Поэтому пришла новая команда в Северную больницу, и они там сейчас проходят устройство городского перинатального центра. Причем это не просто перевод кого-то куда-то, это там расширение, ремонт, перевод на плюш, это изменение потоков пациента, перераспределение внутри имеющегося там учительного комплекса, областная больница. Я просто советую там нашим жителям, ради там интереса зайти, пройти сейчас по территории областной больницы, что там изменилось. Там она заасфальтирована, появилась там дорожка широкая, чтобы пациенты могли нормально пройти к корпусу. Происходит ремонт там большого холло-семиэтажного корпуса, перенос приемного отделения. Вот на территории, в которой там корпус был передан на 20 лет безвозмездное пользование, там, ну, здесь есть много вопросов. Мы видим, что там приведена реконструкция, и вместо деревянных перекрытий налит бетон. И у нас есть, скажем так, основания полагать, что здание при дальнейшем таком же подходе много может, скажем так, повредиться. Поэтому мы будем проводить соответствующее, там, привлекать организацию и проводить там мероприятие по экспертизе вот этого объекта, которые сейчас не капитально ремонтируются, а реконструируются, причем со сносом перекрытий внутри, чтобы вы понимали, и на место деревянных перекрытий наливаются многосантиметровые, даже, как и десятка сантиметров, бетонный пол. Вот, это вот так. Но я все-таки настаиваюсь, что мы поговорили там не только о здравоохранении. Конечно, тем более, что люди пишут нам на сайт и пишут прямо в процессе нашего эфира. Ну, вот, вы меня простите, пожалуйста, но мне придется там пару вопросов все-таки по медицине задать. У нас сейчас такой блиц будет, да? Ольга пишет, Дмитрий Александрович, нормально ли на вас разбираться в ситуации, когда в женской консультации, на Преображенской, в частности? Разобрались, это касается онкоцитологии. А, вы уже посмотрели, да? Мы сейчас разобрались, и максимальный срок, вот, насколько мы там сегодня написали, ответ дается на 15-18 день, потому что сделается это в другом учреждении, да. Ну, и будем еще сроки там так-то сокращать. А, это вот ответ Ольги, которая первая вчера на сайт прислала нам сообщение насчет анализов в женской консультации на Преображенской. Далее, что касается медицины, то родитель пишет, в детской поликлинике для того, чтобы сдать расширенный анализ крови, требуется подпись заведующей, а ее в этой самой поликлинике и не слищешь, персонал знает, не знает, где она, приходится подолгу ждать, работу прогуливает, детская поликлиника номер 2. Детская поликлиника, адрес? Не знаю, детская поликлиника номер 2 родитель не писал. Вот такое сообщение. Мы оставим это на сайте. Мы с этим разберемся. Переслать. Давайте к учителям перейдем. Давайте. Во-первых, ситуация со слободскими учителями, 175 из которых подписали обращение, которое выложено даже на нашем сайте, там поднимаются такие вопросы, важные о финансировании школ, о бесконечных проверках, о пересчете зарплат учителей за одним числом. И до сих пор реакция областей не озвучена, вы лично эти проблемы видите, вы о них знаете, я знаю, что вы за это время провели проверки нескольких школ лично. Вы знаете, ну, не только Кирова, но еще и район. Я могу точно сказать, несмотря на то, что мы сегодня больше говорим о здравоохранении, я больше внимания и времени выделяю образованию, спорту и там социальному развитию. Это абсолютно точно. Что касается зарплаты школ, ну, вот у нас есть по разному уровню образования нормативы, там, оплаты, естественно, которые у нас не в начальном, а в основном, а в среднем образовании. И они в этот год различны. Ну, почему возникла эта ситуация в Слободской школе? У нас нормативы были установлены с 1 января 2016 года, там, начальное образование 17 468 рублей, с основной 24 852 и средней 30 525. Ну, когда, значит, посмотрели, видимо, на тот момент руководителя на то, что этот бюджет будет дефицитным средствами нормативами на оплату, значит, образования в части, там, выполнения образовательных стандартов, не хватит. Ну, руководители министерства образования, прошлое. Ну, да, и правительство Кировской области. Было принято решение, значит, вести новые нормативы, которые были введены, там, 30 апреля 2016 года, но начали они действовать с 1 на 1 16, то есть задним числом. Естественно, там, недопустимо, мы понимаем, где правила игры меняются задним числом, но здесь мы нашли, опять же, надо сказать, что действительно, там, эта информация была доведена до проведенцевых учреждений в марте месяц уже, и в апреле была, там, скажем, опубличена, и можно было уже как-то так не допускать, ну, не назовешь переплатой среднюю заработную плату, потому что средняя заработная плата, там, педагога общеобразовательных, там, школы, да, учителя школы 20 тысяч 700 рублей. Вот я эту цифру помню. Переплатой не назовешь, это, естественно, я, там, пришу сразу меня простить, я точно понимаю, что это, там, не чрезмерно заработная плата, но так или иначе, даже в рамках, этого бюджета произошел в начале года перерасход. Здесь, вы знаете, есть часть вины, естественно, тех, кто задним числом, там, изменил правила игры, сразу не рассчитал, но я внимательно, детально изучил о том, как строится, там, система, там, перечисления, там, межбюджетных трансфертов органов местного самоправления, как у нас финансируется подведомственная школа, министерство образования, в общем-то, и тот экономический блок, который сейчас существует в рамках, там, министерства образования и подведомственного учреждения, ну, на мой взгляд, провел работу неудовлетворительную, разъяснительную и работу по планированию, там, расходов в части средств на выплату заработной платы, я им про это сказал. Естественно, сейчас до конца года, по моему поручению, провели собеседование со всеми директорами школ, учебных заведений, там, школы-интернатов, там, ну, каждого выслушали отдельно, там, по каждому учреждению. Для нас, естественно, недопустимая ситуация, когда выплаты заработной платы не хватит, скажем так, за декабрь, ну, за декабрь, как минимум, ну, давайте будем честны, должно произойти авансирование у всех, а расчет за декабрь уже традиционный, там, говорит, январь следующего года. Но вот если этого не, вот если это не заложено, либо аванс за декабрь, мы же понимаем, будет маленький, там, тоже неправильно, и после этого еще, там, я встречался уже по итогам собеседования со всеми руководителями, вообще, значит, учреждений, там, подведомственных министерств образования. Естественно, вопрос, там, по заработной платы он стоит, но надо сказать, что тут даже тот норматив, который остался после корректировки, он выше, чем норматив на несколько процентов, чем норматив действующих в 2015 году, он выше. Но когда говорят в начале года, мы, там, скажем, работаем по одним правилам, трать, естественно, и люди планируют свои расходы, видимо, уже сейчас говорить о том, что, там, виноваты только директора, автор виновственных, там, школы, вообще, школы, ну, невозможно и неправильно. У нас остается буквально две минуты, я сразу сообщу нашим слушателям, что мы не успеем взять большой блог, спасибо, что вы пишете на наш сайт по профессиональным командам Кировской области, потому что вспоминают Олимпию, Родину и Динамо. Да, и поэтому я просто предупреждаю, что мы об этом не поговорим в следующий раз про спорт, а про учителей. Очень много сейчас идет разговоров о том, чтобы отменить меры, там, компенсации расходов за ЖКФ, коммунальных услуг, педагогическим рабочим, да, сельским учителям. И я хочу сказать, что это не так, речь об отныне точно не идет. Мы говорим о том, что производить эти, скажем так, выклады в рамках какого-то лимита, норматива, по нашим, опять же, он должен быть расчетным. Я объясню сейчас, почему. Для нас эта цифра составляет 2372 рубля. В проекте закона, который мы сейчас готовим, норматива 2400. Это та цифра максимальная, которая будет, по нашему мнению, может быть, опять же, решать, принимать это решение депутатам, она будет выплачена, там, педагогу, там, насилие. Почему так? Вот ездя по районам сейчас, мы смотрим, что компенсации в пользу в те районы, где тарифы на ЖКХ завышены. Причем это не единственная мера компенсации. Пользовать другими, то есть, другими словами, мы областной бюджет компенсируют расходы педагогическим работникам в связи с тем, что органы местного самоуправления недалежащим образом проводят свою работу. Ну, вот в ряде районов, я не буду называть, наверное, все поймут, там, главы районов, главы администрации есть, на наши подведомственные, там, организации, там, учреждения, там, здравоохранения, образования, социальной сферы, там, спорта, тепло им обходится по стоимости более 4000 рублей за гигакалорий, и 4500. Есть те районы, где мне называют с цифрой 1400, это приятно. Естественно, что в тех районах, где услуги, там, ЖКХ стоят очень дорого, тепла, там и возникает необходимость компенсировать, и сумма компенсации доходит, там, до 7000 рублей в некоторых районах. Есть и перекосы, естественно, где, там, нам говорят о том, что кто-то пользуется и осуществляет какую-то деятельность, там, пользуясь такой мерой компенсации, но я думаю, что это единицы. В целом, этот норматив будет абсолютному большинству, там, достаточен, и ни в коей мере, речь, мы еще раз повторюсь, мы не говорим об отмене компенсации расходов на ЖКХ. Да, мы по образованию поподробнее, видимо, будем брать, сделаем отдельную встречу, точно так же, как и по спорту. Я благодарю за интервью исполняющего обязанности заместителя председателя правительства области Дмитрия Курдюмова. У микрофона была Светлана Занько. До свидания, спасибо всем. Всего доброго.